Привет всем! В прямом эфире молодежный проект «Ровесники Крылацкого». Чувство юмора и самоирония у этого человека не отнять. Герой нашей программы сегодня Феликс Лохути. Скрипач, вокалист, композитор, музыкальный продюсер, организатор фанк-фестиваля и музыкант, играющий на пятиструнной электроскрипке. Здравствуйте, Феликс. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, откуда же такая любовь к творчеству? Это по наследству или самому? По наследству и с детства. Ну, вообще, я вырос в литературной семье, но у меня родители оба учились с детства в музыке. Вот, и привили мне любовь к музыке. Оба меломаны, оба играли на музыкальных инструментах, но не стали профессиональными музыкантами. А ваше собственное творчество как продолжалось, с чего началось? Ну, началось оно лет в шесть, когда я сочинял первую с вами мелодию. Нет, или семь где-то мне было. Да, вот как раз впервые мне пришла в голову какая-то собственная мелодия. По-моему, она называлась «Конец праздника». Ну, у вас так много регалий, скрипки, когда начали учиться? Насколько я знаю, вы еще окончили гнейсинку, правильно? Да, джазовое отделение, эстрадно-джазовые инструменты эстрадного оркестра. И там учились многие, вот, не только джазовые музыканты, но и рокеры, попсовики, и многие те, кто сейчас составляет цвет музыки фанк, и те, кто входит в содружество фанк фэмили, и в мой лейбл «Funky Land Connection». Вот многие из этих музыкантов тоже закончили это джазовое отделение, это так называемая «Ордынка». Сейчас оно откололось уже от Несенского училища и называется, если я не ошибаюсь, Государственное музыкальное училище эстрадного искусства, ГМУ-ЭДИ. Я так понимаю, что из всех жанров музыки вы больше предпочитаете и симпатизируете фанку. Как бы вы охарактеризовали этот жанр музыки? Ну, скажем так, я представляю, что многие, кто сейчас смотрит, может быть, возможно, не знают про это направление, а может быть, даже слово впервые слышат. Ну, я попробую объяснить. Это направление, которое, ну, когда-то зародилось в афроамериканских кругах, то есть, ну, американское черное население, вот, играло эту музыку, но постепенно она завоевала самые разные… Свои населения. Свои населения, национальности, расы и так далее. Сейчас ее играют во всем мире. Вот. И это музыка, которая пошла от джаза, блюза, госпел и африканской народной музыки. Вот. И от нее пошли такие направления, как хип-хоп, рэп, диско, хаос. То есть, это родоначальник всех популярных нынче жанров. Да, трип-хоп, то есть, родоначальник всей танцевальной музыки современной. Начиная от, ну, коммерческого R&B, там, и заканчивая, вот, всем, что пошло от диско и хаоса, всему, что с ровной, в ровную бочку идет, умца. Ну, так, скажем. Ага, Феликс, а как бы вы оценили популярность этого жанра сегодня в нашей стране? Ну, как сказать, пока что все-таки есть некая прослойка людей, которые интересуются музыкой, которым доступен интернет. Они, конечно, в этом более сведущи, скажем так, потому что я так понимаю, что все-таки там в деревнях у нас фанк не слушают все-таки. Это все-таки музыка больших городов, но сейчас в каждом большом городе появилось свое комьюнити, свои группы, свои диджеи. И вот как раз... И, собственно говоря, он набирает популярность. Да, и вот, например, для примера хочу привести, что вот недавно на наш последний фестиваль, на который выезжала ваша съемочная группа, приезжала, наконец, вот после вот нескольких лет взаимного ожидания, ко всеобщей радости, приехала группа из Екатеринбурга под названием «Фанки Бизнес Ганг». Феликс, я предлагаю тогда на этом нам остановиться, потому что у нас есть сюжет, репортаж с этого фестиваля. Давайте проникнемся ритмами фанка, как это и сделала наша корреспондент Яна Макарова, и отправимся на этот фестиваль. Здесь поет душа, а танцпол сотрясается от диких плясок. На сцене одного из столичных клубов отжигает фанк. Эта музыкальная культура зародилась в 60-х годах 20-го века в Соединенных Штатах и очень скоро распространилась на все континенты. Родились из фанка многие направления, набравшие популярность в 90-х. От фанка пошло диско, вслед за ним хаос, от него же пошел хип-хоп, под него танцуют все брейк-дансеры, все первые брейкеры танцевали под фанк, все первые диджеи в 70-х годах свой первый эксперимент со сведением пластинок по скоростям начинали с фанка. Название этого стиля произошло от слова «фанки». На жаргоне джазистов – причудливая, замысловатая манера исполнения. Они и вправду не просто поют, выплескивают со сцены всю свою энергетику. Эта музыка и для ушей, и для ног, объясняют исполнители. Если зритель с первыми аккордами начинает покачивать головой, а потом пускается в пляс, значит выступление удалось. Когда ты выходишь декламировать, не петь, а декламировать, то есть показывать свое настроение, это в первую очередь. Потом уже идет вокал. То есть, если многие выходят показывать свои вокальные данные, то тут нужно выходить с определенным настроением, с определенными мыслями. То есть, как бы это вибрации воздуха, который сотрясается, как бы трясется такой на сцене. Музыканты из фанки «Бизнес Ганг» уже давно засветились в родном Екатеринбурге. Они не только играют качественную живую музыку, но и организовывают в местных клубах фанк-вечеринки. Теперь приехали зажечь искушенную столичную публику. У молодой, в общем-то, команды, а они сыгрались два с половиной года назад, серьезное музыкальное прошлое. Руководитель и идейный вдохновитель Фидель когда-то исполнял рок. Вокалист Андрей Ермаков поет с конца 80-х. И так каждый из 11 музыкантов не новичок в своем деле. Я диджей в Екатеринбурге, мое имя Костя Тихий, играю с 2001 года, играю хип-хоп, фанк. И, собственно, сколько я помню, всегда любил эту музыку. И как-то одним прекрасным вечером мне познавал Тед Человек, Типец, да, вот, и предложил заняться таким проектом. Ну, собственно, почему бы и нет. Мы вообще встретились все поодиночке, как бы собрались в группу, это отдельные истории, каждая достойна там отдельной головы в большой, толстой, красивой, смешной книге. Фанк и бизнес гэнг история, да, правдивая история. Свои мемуары они напишут, когда время будет, а пока готовятся выпустить студийный альбом. Один из этапов музыкальной карьеры – участие в фестивале Афрофанк Фэмили. Кстати, в Москве он проходит уже второй раз. В ноябре прошлого года поклонники зажигательных ритмов впервые собрали вместе афро- и фанк-музыкантов. На одной сцене тогда выступили восемь представителей этих жанров. У фанка, как и у всех афро-направлений, американских, афро-американских, афро-кубинских, афро-бразильских, у них, соответственно, корни в Африке. И нам было интересно просто подчеркнуть какие-то различия или, наоборот, понять, в чем они схожи, направление фанка, американской черной музыки и городской, африканской музыки. В этот раз вместе с ритмами фанка со сцены звучала музыка Конго-70-х от группы Кимбата и известного коллектива Дри Бразерс, во главе с наследным принцем африканского народа Бафут. Яна Макарова, Артур Азизян, телевидение Западного округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова